Всем привет! Доброго утра! Мне кажется, первый за этот период такой ранний прямой эфир. Очень рада, что мы все-таки выходим в прямой эфир. И меня зовут Илана, я хореограф, танцевально-двигательный терапевт. И мы с вами встречаемся в рамках прямого эфира на проекте «Танцы для творцов». И сегодня у меня в гостях будет Андрей Лазарев. И у меня такое довольно трепетное отношение к этому эфиру, потому что мы будем разговаривать на тему одиночества. И звучит название эфира как «Необходимость одиночества». И мы будем размышлять, делиться мнениями, задавать вопросы Андрею на эту прекрасную и такую, знаете, очень широкую, я бы сказала, тему. Вот, собственно, для того, чтобы представить вам Андрея, я искала сегодня информацию об Андрее на просторах интернета и не нашла ничего лучше, чем, собственно, самопрезентация Андрея на его собственном сайте. Собственно, Андрей имеет 17 лет личной танцевальной практики, исследования движения и более 14 лет опыта преподавания. Я лично знаю Андрея как человека, который организовал потрясающий фестиваль «Open Your Mind», который я, собственно, узнала сейчас с сайта, проходил в России, Нидерландах, Германии. Японии и Эстонии. И это, конечно, мощнейшее, мощнейшее звучит. Собственно, я вижу уже, что Андрей здесь, Андрею я сделаю помахать ручкой, я фиксирую нашу тему в названии эфира, и мы продолжаем. Так, угу. Поехали. Смотрим, как оно работает, не работает. Знаете, сейчас Инстаграм такая штучка уже неоднозначная. О, привет, я тебя вижу. Привет, привет. Привет, раз, два, три, раз, два, три. Все отлично. Слушай, нет, Андрей, ну я честно ждала, что ты сейчас где-то в лесу. Я только вчера у тебя смотрела какие-то сторис, что ты там по пересеченной местности где-то, куда-то, какие-то нечеловеческие расстояния переходишь. А ты вот, а ты вот в сухоте, чистоте. Ну, мне тоже нужно быть в комфорте, поэтому комфорт очень важен для тела, для жизни. Я поэтому, как обычный нормальный человек, живу в квартире. Все хорошо. Мне понравилось, что когда я тебя спрашивала, как тебя презентовать на эфире, ты такой мне говоришь, ну, просто мужчина. Вот, и я все равно задам этот вопрос, да, и как, кем ты вообще, как ты себя видишь в последний, наверное, какой-то период актуальной для тебя жизни, да, как бы ты себя презентовал, если бы вот пришел, не знаю, в компанию, и кто-то бы спросил тебя, Андрей, а расскажи, чем ты занимаешься? Знаешь, такой интересный, такой формат такой. Само презентация всегда очень сложна для меня, потому что... Понимаю. Потому что я еще занимаюсь таким делом, оно... Это танцы, которые не танцы, да, ну, где-то между всем. Я исследую движения, исследую движения для соединения со своим телом, для развития телесного мастерства, как я владею телом, для того, чтобы проживать эту жизнь лучше, вот. Слушать себя, владеть своим телом, взаимодействовать с собой, с другими людьми. Но есть еще такой нюанс, что я же танцор, и мне интересен танец. Соответственно, это еще связано все с развитием танцевальной импровизации, как я как... Не только как движенец, но и как танцор могу себя развивать. Вот, через разные инструменты, через разные грани. Точка. Вот, вот и все. Так красиво, так интересно сказал, завлекательно. В общем, если одним словом, то исследователь получается. Ну... Получается, знаешь? Потому что я вчера в ресторе списала, я такая, танцор. Потом такая думаю, ну, танцор — это уже какая-то малая часть, наверное, Андрея. Просто Андрей уже гораздо о чем-то большем. Но как бы танцор, ну, знаешь, сказав про тебя танцор, я точно попаду. Я подумала примерно вот так. Но насколько я знаю, ты сейчас... Участвуешь ли ты сейчас в каких-то там соревнованиях для танцоров? В каких-то, не знаю, интенсивах, обучениях? Ну, как-то участвуешь ли ты непосредственно в танцевальной тусовке? В тусовке меня уже давненько нет. В тусовке, да? Потому что мне... Ну, вообще, вот говоря на тему нашего сегодняшнего эфира, есть важное примечание, кстати, по всей теме, о которой мы говорим. Важное примечание про меня. Потому что я буду говорить со своей призмой, своего устройства, своей механики. И по, скажем так, да, с эзотерической точки зрения, по дизайну человека у меня очень много меня про... Очень много про индивидуальность. Про меня как личность, которая вне социума, скажем так. То есть я сам по себе такой, что я немножко отпочкован от социальности, от вот этих вот тусовок, скажем так. Так, да. Поэтому это и классно, и не классно одновременно. Вот. Подожди, а вот эта история, это твое какое-то объективное мнение? Или это вот что-то как-то... Нет, проживая, прожив 35 лет этой жизни, я скажу, что, блин, к сожалению, и иногда к счастью, да, вот я такой. Я такой. Вот. Поэтому, да. Как будто бы и про исследование себя, собственно, твое самоисследование привело к пониманию того, что вот это вот про тебя. Ну, ты просто живешь, 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 смотришь, наблюдаешь, а что ты делаешь, а как оно происходит, а как чаще всего происходит. Сопоставляешь с тем, что тебе сказали, и такой, ну да, кажется, это так. Кажется, так и есть. Вот. Поэтому сейчас я вне тусовок, вне танцевальных всяких движух. Когда меня приглашают, там, судить, либо участвовать в каких-нибудь танцевальных спектаклях, операх, либо еще каких-то вот таких вот сценических штуках, иногда я соглашаюсь, вот, иногда я не соглашаюсь. То есть, очень, к сожалению, к сожалению, мне очень сложно учиться. Учиться в смысле идти на обучение к чему-нибудь, да. Я прям, вот, вот, почему-то мне очень сложно это дается, именно в плане даже интереса, то есть мне как будто не очень интересно. И очень сложно мне найти, если мне интересно, то мне очень сложно найти, кому бы я хотел пойти учиться. Вот. Поэтому я сейчас очень редко посещаю класс. Прям вот. Раз в год, скажем так. Блин, мне кажется, не так давно я видела тебя как раз с Машей Козловой, да, где-то, где-то вы вместе занимались на каком-то интенсиве. Да, я так. Если что-то про недавно, то это, да, да. ДАР привозило несколько человек в ДЭЦ Академию РАС. И мы туда ходили, да, да. Все, то есть, подожди, получается, что не совсем ты все-таки только в походе и у себя дома. То есть, все-таки есть какие-то мероприятия, на которых тебя можно увидеть среди людей. Ну, как я и сказал, как я и сказал, это раз в год случилось. Понятно. Да. Слушай, ну, давай так. Я вот еще раз скажу для всех наших слушателей, для тех, кто будет слушать записи, что, да, наверное, эфиры — это вот, по крайней мере, на такие неоднозначные темы, да. То есть, мы не можем сейчас сказать, что Андрей — эксперт по одиночеству. Нет, это просто тема, и тема какая-то интересная. Обидно и очень грустно. То есть, я просто сразу заранее всех предупреждаю, что это история, да, это эфиры, в которых мы просто общаемся, да, делимся мнениями какими-то, какую-то, наверное, расширяем свою философию, да, на людей, которым это может быть интересно. Может, откликнется, может, нет, вы нам реально потом напишите просто в комментариях, типа да, нет, и вообще пишите все, что угодно, мы активно будем реагировать. Ну, вот такая тема, кстати, возникла она у меня в сознании после того, как я прочитала у тебя какой-то пост на эту тему, да, я даже его специально вчера нашла и репостнула, и тоже даже в текстовом виде он такой хороший отклик, даже вот у меня в сториз такой получил, что, во-первых, сейчас такое время, когда как будто бы уже становится легче делиться чем-то, чем-то таким, да, личным и не общепринятым, вот, но любое такое непопулярное мнение, да, это же надо еще признаться себе, да, вот с этим вот, с историей, с одиночеством, то, что ты сейчас говоришь, что вот ты исследовал, это часть меня, я с этим не спорю, это вот я такой, мало кто может признаться, то есть люди же привыкли как бы немножко ориентироваться на вот какой-то общий фон, и все равно мы все куда-то там, если в поход, то вместе с компанией, если какое-то путешествие, то кто поедет со мной, давайте все, давайте организуемся в тур, в тусовку, вот, поэтому вот сам момент, само слово, наверное, одиночество, оно в целом окрашено довольно негативными красками, и очень хотелось бы, чтобы ты поделился своим мнением, потому что, насколько я понимаю, для тебя одиночество, это, это совсем не негатив, это наоборот, что-то такое очень мощное, сильное, что ты, собственно, практикуешь, расскажи вообще, как ты видишь одиночество, что это для тебя? Я практикую быть один, я такой практик, смотри, во-первых, мне не очень нравится снова вот этот термин одиночество, он как бы немножко давит умом, что это когда ты, ну, одинок, когда ты одинок, это значит что-то плохое. Давай, вот, ты пригласила мне классное название, оно было следующим, необходимость одиночества. Я скорее, давай больше немножко переведем тему не одиночества, а необходимость быть одному в какой-то момент времени. Необходимость быть одному. И смотри, то, что ты перечислила, это в целом, это все, ну, это все нормально уже. Ячейки общества, группировки общества, да, социальность, это нормально, это хорошо, это классно, и это нужно. И очень нужно разделять с другими людьми какие-то процессы. Например, я хожу в походы, и я часто хотел бы разделить поход с кем-то. Просто сейчас я так хожу в походы, что я хрен кого найду, кто это выдержит, да, и кому это будет так же в удовольствии, как и мне. Вот и все. Погоди, я сейчас реально перебью, но нам нужен контекст. Расскажи про свой последний поход, сколько, как долго, в какую погоду. Просто, чтобы наш зритель понимал, что вообще, о чем речь. Я сейчас кайфую от процесса походов, когда это очень сложно, когда я устаю физически, когда я преодолеваю себя. Да, это немножко смешно, что я хожу в походы по 50 километров в день, к примеру. По 50 километров в день, это мы когда говорим про ровность. Ну, Петербург, он более-менее ровный, там может плюс-минус там 300 метров высоту за день я смогу набрать, но это не те горы. То есть в горах я не смогу ходить по 50 километров физически, да. Я бы хотел бы скоро научиться, но я работаю над этим постепенно. 50 километров – это ты просыпаешься в 8 утра, выходишь и, соответственно, приходишь вечером в 8 часов вечера, к примеру, либо в 9, смотря с какой скоростью ты идешь, и ты не останавливаешься. Вот, ничего сложного. Просто все время идешь. Смотри, у тебя есть завтрак, у тебя есть ужин, и ты ешь, пока идешь. То есть такая раскладка еды, ингредиенты еды такие, чтобы я мог не останавливаться, если это есть. То есть это батончики злаковые, протеиновые, это какой-нибудь сухофрукты, еще что-нибудь такое, что просто ты можешь есть на ходу. Вот, ничего сложного. И я от этого кайфую. Есть, бывает, ну, то есть просто 50 километров мне начинает уже становиться скучно. То есть я начинаю там придумывать, так, а давай-ка мы попробуем маршрут построить так, чтобы переплыть через реку с рюкзаком, ну, к примеру, да. И что-нибудь такое, чего я еще не делал. Вот, вот, если кратко, то так. И мне сейчас, вот сейчас, вот смотри, вот сейчас очень поздно светлеет, очень рано темнеет. И чтобы пройти, вот в прошлые выходные, чтобы пройти по 57 километров, мне пришлось не только идти, но и бежать в процессе, чтобы успеть. Чтобы успеть вот этот промежуток километраж пройти столько, сколько я хочу. Соответственно, я сейчас буду вынужден понижать километраж до 35, хотя бы, да, там, вот, пока что 35, это вот, ну, самое меньшее, на что я готов. Самое меньшее, на что, да, слышишь? Вот, потому что мне просто-напросто неинтересно. Вот, вот сейчас так, и я с этим согласен. Два года назад так не было. Два года назад, в мае, только в мае два года назад, я такой, так, а давай попробуем пройти 40 километров. Я тогда умер, ну, вот, что-то там вот у меня началось, и это связано с моим кризисом танцевальным. Вот сейчас просто я с помощью походов достаю и действую так, чего мне не хватает в танце. То есть, каких-то вот новых навыках преодоления себя, мастерства тела. Вот сейчас в танце и в телеске, ну, в движении, скажем так, танцевальном, этого меньше. Я это наполняю там, вот и всё. То есть, как-то так происходит. И, конечно же, иногда, иногда, я же ещё преподаю, самое главное, да, я же ещё преподаю. И вот такие походы, они позволяют мне в одиночестве, когда я один иду, они позволяют мне отдохнуть от моего преподавания. То есть, мне важны процессы, в котором я сам, я один, никого нет. И так я наполняюсь, так я наполняюсь. Конечно же, иногда хотелось бы с кем-то разделить этот процесс. Но, ну, окей. Вот. Андрей, я просто впервые, впервые этим летом я бежала, бежала забег. Но такой забег, типа, в горах в Сочи, он назывался Трейл. Вот. Ну и, значит, у меня там был какой-то, типа, вертикальный километр. И, по-моему, 13 километров. Там два дня подряд я, значит, вот где-то там бежала в горах с номерочком, все дела. Вот. Но меня до глубины души поразилось, что там была, как не номинация, а слоты на 180 километров. И когда я видела эти слоты, то есть люди начинают там бежать, типа, в пятницу и добегают там в воскресенье, где-то спят в горах у них. Они не спят в горах. Слушай, я когда услышала, что такое есть, я вспомнила тебя просто. Я реально там рассказывала своим друзьям, я говорю, есть такой Андрей, короче, он реально такой штукой занимается. Вот он бы здесь смог. Вот я прям помню, что я прям думала, что вот там, где обычному человеку кажется, что вообще, как вообще, куда. У нас там был друг, который пошел, по-моему, на 90 километров. Он сошел с дистанции, потому что там что-то обувь подвела, ну, то есть какие-то там куча снаряги какой-то должно быть, которая тебя прям будет поддерживать это все время. Я думаю, Андрей, да. Надо спросить у Андрея, как это происходит вообще? Честно? Даже интересно, участвуешь ли ты именно в формате соревновательных таких штуков? Или для тебя это чисто вот твоя какая-то личная история? Нет, все-таки ты записываешь, да, какие-то показатели? Смотри, смотри, во-первых, вот такие штуки 90 километров, 100 с чем-то километров я пока не смогу, честно. Почему? Потому что трейлы – это больше про набор высоты. Ну, трейлы – это вообще про внедорожную историю. Я сейчас, например, бегаю трейлы, ну, по лесу. По лесу бегаю просто вот у меня в понедельник, в понедельник когда-то я пробежал полмарафон по лесу. Там вот тоже есть видео, там какие-то через деревья я перелезаю, какие-то ямы. Да, вот это я вчера посмотрела и думаю, так, Андрей, вообще как? Это прикольно. Это прикольно, да. После такого я восстанавливаюсь пока, что там день-два мне нужно там отлежаться, растянуться и так далее. Но вот до вот таких забегов, потому что к горным трейлам нужно отдельно готовиться. Это отдельная история, ты целенаправленно либо живешь в горах и регулярно там ходишь, бегаешь, либо ты, если находишься в Петербурге, ты ходишь в спортзал и в спортзале работаешь с наборами и так далее. То есть это, вот у меня сейчас есть тренер Алексей Рыбальченко, спасибо тебе большое, благодарю тебя за помощь. Вот, он мне помогает, собственно, развивать себя, чтобы мочь. Ну, я это больше для походов, чтобы в походе, вот, ты в горку идешь и умираешь. Вот, чтобы не сразу умереть, а там через день-через два умереть, попозже. Вот, я над этим целенаправленно работаю уже с прошлого года и постепенно получается получше. Вот, иногда закрадывается мысль раз в три месяца такая, такая она, ну, из какого-то эго, типа, вот, сейчас бы кого-нибудь сделать, вот бы хоть занять первое место хочу, чтобы их всех, ну, вот так вот прям натянуть всех. Вот, это быстро проходит. И какие-то официальные забеги мне не особо интересны, если честно. Я к этому, ну, приду, где-нибудь что-нибудь займу, но, вот, выхожу бегать. Мне сейчас интересно, было бы классно, там, к примеру, раз в две недели делать полумарафон. По городу мне неинтересно, я делаю по лесу. Это сложнее и это прикольнее. Вот, опять же, да, то есть после сложности я смогу выбежать в город и пробежать спокойно полумарафон. Ну, давай это, ну, для тех, кто не разбирается, полумарафон, это какой километраж? Да, 21 и 1, 21 километр и 100 метров, вот. 21 и 1. Да, хочется сделать марафон через какое-то время, но я не то, чтобы фанат, то есть это все вообще просто для того, чтобы мне было интересно жить. Точка. Мне так интересно жить. Давай вернемся к нашей теме. Просто я не смогла не спросить вот эту вот штуку, потому что я реально прям думала, так, надо, вот, Андрей, ты у меня сразу прям всплыл в памяти на тему вот как раз таких-то вот, таких вот, собственно, преодолений, собственно, к теме нашего прошлого эфира. Мы там затрагивали эту тему. Знаешь, какой? Я напомню, я напомню, что, опять же, у меня такая механика, что мне нужно это делать. У меня есть какие-то штуки в моей энергии, тролливали, да, которые меня, я буду сегодня говорить, что давят. Давят на то, чтобы это делать, чтобы проживать жизнь хорошо. Мне нужно это делать, и я, ну, как бы, и получается, что мне в удовольствие это делать. Очень мало кому в удовольствии, да, так умирать, как я. И им это не нужно. То есть я не пропагандирую, что вот, да, срочно бежите в лес, там, прям, по шею, в реку. Плывешь с рюкзаком, выходишь, снова бежишь. Вот так всем надо. Нет, вообще, это мало кому надо. Не надо так делать. Слушай, ну вот смотри, по сути, это как бы и есть твоя жизнь, или вот ты говоришь, что мне для моей органики, для чего-то там надо вот так вот проживать, мне это нравится, чтобы что-то, или нет. Или это вот оно просто вот и есть твой лайфстайл. Или ты потом чувствуешь себя лучше, чтобы, там, не знаю, работать, чтобы, там, взаимодействовать с людьми. Как оно у тебя работает? Безусловно, это процесс, который нужен мне для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Если я это не делаю, мне живется так себе. Что значит живется так себе? Мне, например, эмоционально может быть плохо, физически может быть плохо. Что-то в жизни, когда я сам себя, грубо говоря, не насилую, что-то приходит из жизни. Такое, ну то есть ситуации возникают такие, где мне нужно будет преодолевать. То есть я сейчас сам выбираю, как бы, что преодолевать. И преодолевая это в удовольствие. Если я это не буду делать, придут ситуации, где мне придется преодолевать, но мне будет от этого грустно, а не весело. Грубо говоря, так. И, конечно же, это все сочетается, вот я так живу. Это моя жизнь. Но, еще раз, это очень динамичная штука. Два года назад так не было. Два года назад я преодолевал другие штуки. Скорее всего, через танец. Физически сложный, где я учился какой-то акробатике, прыгал на руках, еще что-то. Возможно, больше там я преодолевал себя. Вот то сейчас подушло и пришло это. Возможно, через какое-то количество лет это подойдет и придет что-то другое. То есть, твой заход в походы, да? Я могу это назвать походы или как это правильно назвать? Ну, бег по пересеченным местам. Давай походы, да. В русском языке довольно-таки мало, в английском больше слов, объясняющие разные концепции действий на природе. У нас походы. Ну, допустим, да. Твои одиночные походы – это результат, это опять же, да, исследуя твои соцсети. Это как бы то, что вышло из кризиса преподавания, кризиса выгорания, да? Правильно я сейчас понимаю? Или это такой процесс, который шел параллельно и просто он сейчас тебя поддерживает? Как ты сейчас? Смотри, в той форме, в которой это есть сейчас, это, скорее всего, процесс кризиса тоже. Но связь с природой моей, как бы, я природный больше человек. Ну, то есть, оно всегда было со мной, я всегда любил по лесу гулять, шататься. Иногда на год-два забывал про это, потом вспоминал. То есть, природа, лес были всегда со мной. А уже инструмент взаимодействия с этим, он меняется. И сейчас он такой, скорее всего, потому что кризис в танце. А есть какая-то у тебя мечта, сейчас просто всплыл этот вопрос в голове, там, переехать из городских джунглей куда-то в чащу леса, построить там дом, не знаю, жить непосредственно в природной среде. Есть ли какая-нибудь такая мысль на будущее? Смотри, было бы прикольно, но... Было бы прикольно, но... Я преподаю, я преподаю, мне нужна инфраструктура, чтобы летать по городам, давать классы. Мне нужна инфраструктура, чтобы был хороший зал, чтобы я практиковал сам. Мне нужен хороший зал, чтобы снимать уроки, видео. Поэтому я не могу уехать далеко и жить в лесу, потому что я потеряю инструмент, который мне нужен для моей профессиональной деятельности. Иногда, конечно же, было бы, я думаю, что было бы хорошо. И да, иногда думаю, классно, сейчас вот, жил бы я где-нибудь в Сосновом лесу, из домика сразу вышел, вот он лез и побежал, побежал, побежал. Слушай, Андрей, а не было мысли о том, чтобы, там, не знаю, взять тестовую группу, не знаю, ребят, которые хотят, собственно, тоже увлечены таким же хобби, и, собственно, тренировать их? Честно, нет. Нет? Нет, нет, потому что, может быть, со временем найдутся такие люди, которые тоже такой же механикой. Ты чувствуешь, что мы ушли вообще от темы? Ладно. Я честно, это поток, это полет. Честно, я не думаю, что кто-то сейчас будет сидеть потом и такой, «Так, так, так, ребята, у вас через предложение нет слова «одиночество». Вы что-то куда-то ушли вообще, ну-ка, возвращайтесь-ка». Смотри, я здесь реализую то, что мне нужно для своего проживания. Если, да, почему я, например, не хочу в походы водить людей? Потому что это всё изменится, то есть сам процесс изменится. Там не будет того, что я достаю из этого для себя. Вот и всё. Есть куча других людей, которые профессионально занимаются, водят в походы, вот эти вот по 10 километров в день, по 5 километров в день, когда два шага поели, два шага поели, поспали весь день. Мне просто это неинтересно. Я тогда потеряю процесс, которым я кайфую. Я не могу это делать. Так, ну мы, собственно, вернулись, получается, всё равно. Всё равно, Андрей, мы вернулись к одиночеству. Получается, что для тебя это процесс, в котором ты должен быть один. Ещё раз, ещё раз. Да, вот быть одному. Я даже зафиксировала себе, что, да, как будто бы одиночество окрашено чем-то. Если бы был бы какой-нибудь Никита, либо Маша, не важен, Пол, которые бы любили вхреначивать по лесу так, как я люблю, так, как люблю я, и мне, скажем так, был бы интересен, ну, как-то не противен этот человек, ну, вот предрасположенность, да, друг к другу, я бы иногда с радостью делал это вдвоём. Но при том, при всём, ты не идёшь на какие-то соревнования, выкупаешь слоты на подобные, да, какие-то забеги. Мне неинтересна коллективность. Мне неинтересна коллективность в этом всём. Опять же, мы возвращаемся про мою механику, что я больше индивидуально. И, да, возвращаемся к теме, что, например, в походах, когда я иду по 50 километров, я переобдумываю. То есть это такая, как медитация, и плюс мыслительный процесс, что я переобдумываю свою жизнь, что сейчас происходит в моей жизни, что я делаю, что так, что не так. То есть это процесс, в котором у меня есть возможность перепросмотра, перепросматриваю свою жизнь и анализирую её. И в какие-то моменты, или бы не анализирую, а просто мне, я иду, и мне, ну, какие-то осознавания приходят, каких-то событий последних. Чего не было бы, чего не было бы. Если бы я был с кем-то в этом процессе. Потому что пребывание рядом с людьми не даёт вам погрузиться в себя. К примеру, это не у одного же меня. Вам нужно что-то обдумать, принять какое-то решение, взвесить что-то. Вы, скорее всего, ото всех отсоединитесь и будете обдумывать, принимать, анализировать, если это, да, там, про свою жизнь. Скорее всего, вы найдёте место для уединения, чтобы быть в этом процессе. Слушай, вот смотри, вот здесь как раз почему мне, например, интересно общаться с тобой, да, потому что есть противоположная вообще картина, противоположная история, где в момент какого-то выбора, какого-то обдумывания чего-то есть такие типы людей, да, мне в какой-то степени, кстати, мне кажется, что я вот к этому типу отношусь, которым надо много раз проговорить с кем-то, да, где-то в компании, с близким человеком, с нейтральным человеком. И через разговор, через общение с другими людьми, ты что-то, вот что-то там начинает вариться. Наверное, всё равно в итоге, да, ты всё это варишь сам у себя, и всё-таки вот этот момент уединения и побыть одному, он как бы имеет место быть. Но первоначально у большого количества людей, вот я говорю, у меня вот, я за собой это часто замечаю, но и в целом я как бы вижу, что так многие поступают, что какие-то штуки надо именно, вот знаешь, прям вот обсудить, послушать разные мнения. А как у тебя? А что у тебя? Вот у нас сейчас появилась вот эта банная тусовка. Что мы там только не обсуждаем в этой бане? Мне кажется, что вот, ну как бы вот, вот в этом вот как раз и рождается что-то вот такое. Ну вот, по крайней мере, для такого человека, как для меня. Именно поэтому мне интересен концепт одиночества, потому что, возможно, что-то такое важное я вот упускаю каждый раз, когда начинаю всё это нести кому-то, да, психологу там, ну вот подруге, сестре. То есть вот это вот всё у меня лично работает так. Класс. Вот, поэтому вот этот вот момент самому, ты даже не проговорил вот это прообсудить, ты такой, ну сразу, мы же сами решаем всё. А я такая, нет, нет, это ты решаешь сам, потому что, ну, у тебя такое видение, да, такой концепт твоего, вот. Кстати, друзья мои, кто сейчас с нами, кто будет слушать записи, поделитесь. Очень интересно, как происходит этот момент у вас, потому что как будто бы мы сейчас рассматриваем две разные истории и пытаемся вообще сравнить, в каждой ли из этих историй необходим вот этот вот момент побыть одному. Как вообще? Смотри, поэтому очень важно сказать, что то, что я говорю, да, я вначале это сказал, я буду говорить только из своей призмы, из своей механики, из своего проживания, проживания жизни. И этих механик много. И кому-то действительно, чтобы что-то понять и что-то узнать, нужно проговорить с другими. И это тоже, ну, и это тоже есть, и тоже много таких людей. Поэтому ещё раз, то, что я говорю, это не значит, что только так должно быть. Это просто в моём мире так и точка. Да, просто как будто бы даже поразмышляв на тему того, что что-то можно и нужно обсудить, всё равно в итоге мы приходим к тому, что нам необходимо вот этот какой-то зазор себя наедине с собой, своими мыслями. Безусловно. Мне кажется, безусловно. Вот в твоём мнении, что даже вот другому типу личности, которому важно обсуждать, вот эта необходимость одиночества, она присутствует? Вот в чём вот эта вот ценность? Даже для вот человека, которому важно там где-то обсудить, проговорить. Смотри, я могу только представлять, представлять, потому что я же не могу прожить вашу механику и вашу жизнь. Я не знаю, как вы видите там. Вот как вы там видите эту жизнь, я без понятия. Я могу только вот из своего тела, из своего ума. Но я думаю, что, безусловно, пространство, когда вы одни, оно нужно всем. Оно нужно всем, потому что вы не только вниманием отсоединяетесь от других людей. То есть, когда вы находитесь вместе с пространством, у вас внимание вовне, вовне других людей. Вы больше не в себе. Ну, когда вас спрашивают что-то, и вы начинаете там думать, что-то вспоминать, да, вы можете погрузиться в себя. Но в основном, взаимодействуя с кем-то в пространстве, вы не в себе. Не в себе, не в плане, да, а вы вовне. Да, внимание сконцентрировано не на себя, а вот в каком-то проценте, сколько-то в себя, а всё равно там большинство, в зависимости, наверное, людей, ситуации, оно уходит наружу. И когда вы в пространстве одни, вы больше в себе, в своих процессах. Во-первых. Во-вторых, ну, говоря уже доказанным аурическим присутствием, что у людей есть энергия, есть аура, когда вы с кем-то в пространстве, ваши энергии взаимодействуют, соприкасаются. И вы уже немножко, либо множко, не вы, вы уже обусловлены другим человеком. Когда вы отсоединяетесь в своё пространство, вы уже начинаете быть собой, скажем так, без влияния других энергий. И это тоже очень важно, потому что когда вы с кем-то, вы одни, и когда вы сами по себе, вы другие. А что ты, кстати, про это слышал? Какие расстояния там должны быть? Потому что я помню, что я тоже какой-то... Если говорить про тот же сон, к примеру, если говорить, что важно спать в одиночестве, чтобы рядом никого не было, то это плюс-минус 2,5 метра до другого человека. Но, но, если я сижу в огромном зале, в огромном зале, не знаю, там 20 метров, до другого человека. Но я всё равно буду воспринимать его, он будет воспринимать меня. И мы будем друг на друга влиять. Просто присутствием в пространстве, даже если мы не соприкасаемся аурически. Здесь вот вопросик, что важно не только вот это аурическое присутствие, либо отсутствие, ну и вообще вот это вот, знаешь, видеть, меня видят, я вижу, мы можем перекликаться, хе-хе-хе, привет! То есть это всё равно взаимодействие какое-то происходит. Хочется задать вопрос, он как будто бы сейчас здесь звучит на поверхности, ну как будто бы очевидный ответ, но хочется просто проговорить. Как в концепции вот побыть одному ты относишься к книгам, к музыке, к социальным сетям, к какой-то информации извне, ко всему, что к нам приходит через экраны? Переформулирую вопрос. Насколько это позволяет действительно быть одному, либо это не даёт тебе быть одному в процессе? Да. Вот для тебя побыть одному — это вот прям вот один без какой-либо информации, просто наедине со своими мыслями, или всё-таки побыть одному, ты там что-то можешь там почитать, послушать, и вот этот такой вот процесс, всё-таки какая-то информация, новая или старая, там присутствует? Скажу по своей жизни, и на самом деле я думаю, что у многих так, хотя не знаю, но я думаю, я думаю, что... Я тебе могу сказать, как у меня, если ты сейчас поделишься. Что в целом, в целом есть большое давление, большое давление от современных гаджетов, чтобы наш ум всё время был занят чем-то. Вот там. Чтением, музыкой, соцсетями, переписыванием, ещё чем-то. И с этим, конечно, сложно. Мне лично сложно. Вот, кстати, большая, большая, большой минус пребывания одному, большой, огромный минус, огроменный, просто, 12-этажный дом. Это... Это что... В одиночестве я... гаджеты давят на меня, то есть, в одиночестве мой ум пытается куда-то всё время убежать, и он находит в гаджетах вот это вот... Вот это какой-то деятельность, скажем так. Деятельность, что... Вот, типа, так интереснее жить, когда ты что-то там где-то что-то читаешь, что-то переписываешься. И это ужасно. Когда я нахожусь с кем-то во взаимодействии, да, общаюсь, это пропадает. Потому что есть другой человек, есть интерес, есть какое-то общение, взаимодействие. И, честно, насколько бы я не был типа осознанным человеком, с этим очень сложно работать в плане... Очень сложно от этого отвязаться. Прям... Ну, нереально. Андрей, Андрей, но я должна спросить, ну, должна спросить, какую книгу ты читаешь, какой ютуб-канал ты смотришь, но нам сразу интересно. Потому что я была сейчас готова к тому, что ты скажешь, да, у меня своя политика по поводу гаджетов, у меня, значит, телефончик в соседней комнате лежит, я его беру только когда подключаюсь к прямому эфиру. Я была готова к такому ответственности. к сожалению. А, я такой вопрос еще. Сразу накидываю вопрос. В походе слушаешь ли ты что-то, там, какие-то подкасты, или вот ты просто реально в лесу? вот, 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 вот. Поход, это, кстати, тот процесс, который мне помогает от гаджетов. Просто напросто потому, что мне некогда, мне нужно успеть вот эти 57 километров пройти. Но я же не буду идти 57 километров и там, в телефоне сидеть. Нет, слушать подкаст, честно, сейчас многие люди даже бегать не могут без музыки. Я, кстати, всю свою жизнь я сторонился аудиокниг, потому что считал, что это полная фигня. Когда ты не видишь буквы, ты тупеешь. Ну, кстати, нет, ну, действительно же по книгам можно, ну, учить русский язык и вот ту же самую пунктуацию. Да, ты просто-напросто смотришь, где там запятые, и где то-се. И это твой русский язык и орфография, ну, очень сильно прокачивает. Но в последние годы мне прям как-то тяжко стало читать, то есть я прям вот в год, ну, книгу две, книгу две максимум. И год назад, или, ну, в общем, недавно, недавно, в начале года, в авказе прошлого года, я попробовал аудиокниги и это оказалось очень круто. При том, что я люблю ходить пешком, да, кстати, хороший тоже от гаджетов способ, просто гуляешь, гуляешь и не смотришь в телефон. Слушай аудиокнигу, бегаю, бегаю, если просто обычная тренировка, то слушаю иногда. Если это какой-нибудь интересный полумарафон в лесу, то я не слушаю, потому что мне нужно, особенно когда ты в лесу, нужно, короче, быть на чеку, мало ли что. Вот, поэтому в лесу не сойдет и слушать. ничего, а быть с лесом и с его ситуацией на ты. И я стал вот где-то по книжке в месяц стал прослушивать, и я очень рад этому, если честно. то есть это большое для меня. Андрей, ну скажи нам, ну что слушает и читает Андрей Лазарев? Нам интересно. Чем ты упрекаешься вот в этой истории? Давно, это все про саморазвитие, либо про какие-то югические истории, то есть очень давно не слушаю, не читаю каких-то там, как называется это, литературу, которая... художественную. прошел годик, я нихрена не помню, и я могу снова кайфовать. Я знаю, что многие люди так не могут, а я прям... Плюс один, реально. Я ничего не помню, здорово, класс! Реально. Просто думаешь, как так, я же точно читала, почему я типа не помню? Я вот тоже этот шантарам перечитывала, мне кажется, даже тройку раз, и каждый раз как заново. Ой, это классно. Я знаю людей, которые нам завидуют. Это то есть. Так, а смотришь какие-то сериалы? Книжки, вот такие сериалы, знаешь, очень редко что-то смотрю. Я смотрю, я не буду говорить, что, я смотрю вот этих вот комиков на Ютубе, потому что мне помогает это, ну, смеяться. Смеяться важно в жизни. Это приносит здоровье человеческое, телесное, поэтому я смеюсь. Андрей, Андрей, ну мы выдохнули сейчас. Мы выдохнули, я вижу сердечки нас посыпались просто, потому что мы такие, так, значит, классику художественную литературу не читай, книги у него по саморазвитию, окей, шантарам, но там тоже как будто бы насыпано там что-то про саморазвитие, ну все, хоть стендайкеров смотрит, парень, ура, супер. Ну, нужно уму, уму как-то нужно отдыхать. Вот, я так отдыхаю. Игры не играю практически вот вообще. Бывает, раз в три месяца что-то скачаю, три дня, мне очень быстро надоедает игры, три дня поиграю по часику и все, мне уже скучно становится. музыка, музыка, потому что я как-то у кого-то из наших коллег увидела в соцсетях, что вот, я перестал слушать музыку фоном, ну, типа в машине, когда еду, на меня теперь музыка, это вот отдельный прям момент, где я сажусь и слушаю. Вот, как у тебя с музыкой? Круто, я так не умею. Мне было бы так скучно. То есть, если бы, я либо танцую под музыку, либо музыка присутствует фоном, в основном, мне сложно ее охарактеризовать, это все, что ты можешь послушать в моих видео в инстаграме, где я двигаюсь. Я всю музыку использую, только ту, под которую я и слушаю, и под нее танцую. Она отличается от поп-музыки очень сильно. Вот, все, что я могу сказать. Ну, под Маргиджу Стерну я у тебя, конечно, не видела видоса. Это все, это понятно. То есть, да, у меня почему-то сразу что-то, вот, что-то инструментальное в голове, связанное с твоим движением. В последние годы больше этническое, но этническое, тоже не смазливое, слезливое, а больше такое про погружение. Используешь ты ли ты музыку в моменты, когда вот остаешься сам с собой, чтобы что-то обдумать? Чтобы что-то действительно обдумать мне, мне нужно выключить приход, выключить раздражитель. То есть, когда мне нужно направить внимание вовнутрь себя, я выключаю музыку, и мне очень помогает, чтобы что-то понять, мне очень помогает ходить. Я либо, если на улице какая-то жесть, я хожу по комнате, туда-сюда, по квартире, если на улице окей, я выхожу и иду час-полтора, и в этом процессе ходьбы какой-то, это как, я не знаю, что, мне не интересно, как это работает. Просто, Андрей, я уже представляю, ты просто выходишь, такой раз, идешь по городу, потом хоп-хоп, уже бегом по какому-то лесу, потом уже переплываешь через какую-то реку. У меня прям сейчас видится как в каком-то клипе просто. Вышел Андрей, что-то обдумать, короче. И просто, и потом уже финишируешь где-нибудь на высоченной горе. Да, да, да. Просто вот такое кино про тебя можно снять. На напорни где-нибудь уже. Короче, вот мне ходьба помогает очень сильно. Там что-то происходит в умственной деятельности, что ходьба помогает мне думать, понимать, анализировать и понимать какие-то решения. Вот. И в этот момент я не слушаю музыку, я не разговариваю ни с кем, я никуда не смотрю. Это просто вот у меня процесс обдумывания происходит. И опять же, это было бы невозможно, если бы я был с кем-то, что очень важно. Про ходьбу просто вспомнила, хотел добавить, что там вообще куча каких-то бонусов, что там пищеварение лучше работает, сом потом лучше спится. То есть у нас был эфир с нутрициологом, вот, собственно, те, кто занимаются здоровьем, биохакингом и все такое прочее, что ходьба это просто универсальный инструмент. Вообще вот каждому, каждому хочется ходьбу продавать, и ты еще своим примером, собственно, рассказываешь. Вопрос такой возник сейчас. Понятно, что не будет какого-то универсального совета, но просто вот хочется услышать твое мнение. Как часто среднестатистически обычный человек, не такой, как ты, а вот прям человек такой, скажем, возьмем, если средний средств твоих учеников, как часто ты бы рекомендовал жителю большого города, мегаполиса, вот оставаться наедине, да, возможно, вот природа, вот именно свои мысли, без гаджетов, вот какой-то такой момент уединения, близости к природе. Какая чистота вот этого у тебя вот где-то всплывает в голове сейчас? Это очень, очень сложно сказать, потому что я же, на самом деле, видишь, я такой нестандартный, скажем так, человек в этом плане, что я 80% времени своих дней, иногда чаще всего 100, сейчас, по крайней мере, 100% в тайминга своего дня я провожу один. Помимо того, что я выхожу куда-нибудь там в магазин, когда мы ходим куда-то на улицу, мы уже сталкиваемся, встречаемся с людьми, незнакомыми даже, или там в фитнес-зал, в тренажерку, я там с кем-то встречаюсь, вижусь, но у меня нету взаимодействия, то есть я ни с кем не вживую, не разговариваю, не общаюсь. И это моя, скажем так, мой органический процесс. и вот отсюда я не могу тебе сказать, а сколько действительно другому человеку с другой механикой нужно быть, не знаю, столько, сколько вам нужно. Тут еще вопрос в том, что... Ну подожди, человек скажет, не нужно, ну вот, не нужно. Не нужно, живи свою жизнь, дальше посмотрим, что будет. я тебе могу сказать. Ну если правда не нужно, я же не буду переубеждать человека и говорить, что очень нужно вообще-то, я сейчас тебе докажу. Нет? Блин, знаешь, почему-то подумала про, вот как раз про мам, вот сейчас много, собственно, девчонок у меня приходят, у которых маленькие дети, они приходят, вот, отдыхают, собственно, от детей, да, это, не будем сейчас это хейтить, это реально нормальная история. Да, да. Вот, насколько, вот, и в момент только, когда человек оказывается, собственно, на отдыхе от близкого, да, человека, самого важного, там, в какой-то момент жизни, он понимает, насколько это ценно. И, вот, насколько, действительно, потому что это бывает, что пару лет человек даже не думает о том, что это нужно, а потом, о, вот оно, мне вот оно было надо. Поэтому я спрашиваю про какую-то чистоту, просто, чтобы, возможно, кто-то задумался, а если я вообще никогда не остаюсь наедине с собой, со своими мыслями, может, мне это действительно, ну, стоит попробовать, как минимум, если там этого не было уже, там, не знаю, месяц, год, неделю, да, вот, собственно, к этому этот вопрос. Если у человека, если это не мама с ребенком, у человека не было год своего пространства и своего времени, то мне очень жаль, что так было. потому что это очень серьезная штука. Тут еще, понимаешь, тут еще разговор есть о том, что у людей... вижу, что... так, слышно, видно? да, сори, да, да, все, все. Начал говорить про женщин и сразу разъединился, так же, я больше не буду, простите, пожалуйста. это такое, скажем так, устройство, да, женское, что женские коллективы, это больше про разговоры, да, мужские коллективы, это больше про что-то, вот, давай поделаем что-нибудь, вот. И у женщин есть, ну, такое давление, не у всех, и опять, не про всех, я говорю, гипноз, и может быть не такие, но просто большинство есть давление говорить, много говорить, вот это давление может давить, все время быть с кем-то рядом, чтобы болтать, и когда ты из этого выходишь, ну, отсоединяешься, у тебя поначалу может быть дискомфорт от этого, от того, что ты одна, и тебе не с кем говорить, потому что может выстроен быть такой паттерн психологический, что нужно с кем-то сейчас, никого нет, надо поболтать, вот, поначалу может быть хреново от этого, но это не значит, что тебе не нужно быть одной, это может быть, ты просто очень сильно привыкла к этому паттерну, который тебя давит, и нужно какое-то время, чтобы он сошел на нет, и тогда тебе может быть открыться вот эта вот важность вот этого пространства, потому что ты одна, ты ни с кем не говоришь, и могут прийти какие-то процессы другие на это место, важные для твоего ума и для твоего тела. Поэтому просто есть процессы, которые на нас давят, и мы на самом деле не знаем, они хорошие или не очень. Вот что важно понимать. Слушай, да, здесь как будто бы, знаешь, хочется добавить, что, ну, как минимум, если вы так не пробовали, типа попробуйте, потому что действительно, вот то, что ты сказал сейчас, вот эта вот мысль, что надо с кем-то поговорить, я очень четко за собой это считываю, вот я периодически выхожу гулять, вот тут у меня рядом недалеко лес-поля, я вот выхожу, и такая, иду, сейчас я одна, сама с собой погуляю, а потом, короче, начинается, так, а я с мамой давно не разговаривала, так, а я вот с сестрой, а сейчас я возьму и позвоню. И вот у меня, знаешь, иногда бывает, что я начинаю кому-то звонить, чтобы вот эта вот прогулка у меня прошла в диалоге, и, например, не могу до кого-то дозвониться, и такая, ну, ладно, все-таки погуляю одна. Но вот эта первая мысль, что тебе нужен какой-то вот собеседник в обычной прогулке, она у меня прям вот, прям она автоматически выскакивает, потому что вот как будто бы вот этот процесс прогулки в одного, он такой вот довольно скучный, не скучный. Надо чем-то заполнить, да? Да, 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 естественно, так оно всегда и работает. И вот я уже, да, понимая, да, о том, как важно находиться со своими мыслями, со своими какими-то историями, даже если это сложно, я иногда прям такая, так, сейчас у нас волевое решение, мы телефончик оставляем дома и идем прогуливаться просто со своими мыслями. Вот, но вот, конечно, в современном мире чаще вот это вот включается. Сейчас мы что-нибудь включим, сейчас мы что-нибудь послушаем, кому-нибудь позвоним. Вот. Поэтому, да, наверное, вот эта вот мысль о том, чтобы как минимум попробовать и понять, а как вообще тебе, а можешь ли ты наедине с самим собой. Мы как бы поняли, что ты можешь. Именно поэтому мы с тобой разговариваем на эту тему. Вот. А каково, как оно будет вам? Я думаю, что такая какая-то общая рекомендация каждому у нас с тобой сегодня будет рекомендовать. Ну, я считаю еще раз, что это, безусловно, очень важно для каждого человека. Очень важно. Чтобы слышать себя и чтобы слышать пространство, чтобы принимать, скажем так, правильные решения и вообще понимать, кто ты сегодня и куда тебе нужно. И все об этом, все про процессы внутренние. Потому что, если ты все время ни один, ни одна, еще раз вернемся. Есть люди с такими механиками, которые не чувствуют себя, когда они одни. И им нужно с кем-то коммуницировать, чтобы понимать себя. Есть такие люди и для них нужно взаимодействие побольше. Но есть люди, которые не такие. Есть люди, которым просто они забыли. Забыли про то, что им нужно быть в пространстве, когда и во времени, когда они одни. Потому что, например, очень сильно слипаются в отношениях с другими людьми. Вот прям я без тебя никуда не пойду, даже в туалет пойдем вместе. Я уже, короче, нормально сказал эту фразу отношения. Я просто смотрю, что у нас уже время заканчивается, которое мы примерно определяли под эфир. Но вообще вот эта мысль, которую ты сказал, последнюю, что не про отношения до этого, про то, что надо все-таки быть, надо пробовать и надо прежде всего, наверное, прислушиваться к себе и, как ты говоришь, к своей механике. А как она у тебя работает, а как тебе надо? И, собственно, исследовать получается этот процесс. Да. Вот. Да, да. Просто наблюдаем. Друзья мои, спасибо вообще всем, кто сегодня был с нами. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Вообще откликнулось ли вам что-то и что вы вообще услышали для себя нового в этом эфире. Пишите в комментариях, обязательно все посмотрим. У нас сегодня был прямой эфир с экспертом, с Андреем Лазаревым, экспертом по движению, исследованию, танцу, преподаванию. Собственно, Андрей, спасибо тебе большое. Такие темы, которые, ну, не с каждым ты поднимешь в эфире. И это, конечно, очень ценно, что ты нашел время, вышел из леса, как говорится, к нам сюда. Вот. Спасибо тебе огромное. Это были танцы для творцов. Илана Сухорукова, Андрей Лазарев. Мы завершаем. Друзья, ждем вас в комментариях. Спасибо вам всем огромное. Спасибо. Пока.